Напомним, 26 мая в 30 пунктах проведения экзаменов более 900 выпускников региона написали единый государственный экзамен по химии, географии и литературе. 17 школьников сдали итоговую аттестацию на высший балл. Еще 154 приблизились к максимальной отметке. В лицее номер 20 сразу два стобальника. Мария Злобина и Владислав Крылов сдали ЕГЭ по химии по высшему разряду. Оба планируют поступать в медицинский университет. Кроме того, Мария сдала русский язык на все 100. Моя подготовка проходила так, что часть это самоподготовка, так как я вообще люблю заниматься сама, узнавать что-то новое, постоянное. И, конечно, часть это заслуга учителей, которые дали мне большую базу, практику и вообще всячески меня поддерживали. Когда я готовился к химии на ЕГЭ, по сравнению с остальным предметом, я не испытывал, наверное, вопросов, что зачем мне это надо. Я просто любил этот предмет и поэтому готовился к нему хорошо. Ну и, соответственно, химию вкупе с биологией я сдавал для того, чтобы поступить в медицинский университет. Ольга Селезнева долгие годы работает учителем химии и за время работы выпустила семерых стобальников. Всех помнит по именам. За время существования ЕГЭ педагог находился в экспертной комиссии, знает все задания. Знает Ольга Николаевна и как подготовить учеников к высоким экзаменационным результатам. Надо прорешать все задания, которые встречались, все задачи, которые были и больше того. И мы стараемся это сделать на протяжении вот этих лет изучения химии в профильном классе. Результаты первых профильных ЕГЭ в Ульяновской области уже оглашены. В нашем регионе семеро стобальников по химии, десять по литературе, пятнадцать по русскому языку. Вскоре будущие абитуриенты вузов узнают свои баллы по математике, истории и физике. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ.